Добрый день, коллеги. Давайте проверим, слышно ли и видно ли меня. Если видно и слышно хорошо, поставьте в чат плюсик, ну, также человек пять, чтобы нам не загружать чат. Хорошо, всё тогда со звуком нормально, и мы можем начинать. Давайте познакомимся с теми, с кем ещё не знакомы. Меня зовут Мария Токмянина, я живу и работаю в городе Екатеринбург. По образованию я психолог и детский нейропсихолог. И то, о чём я буду говорить, для меня очень важно и проверено на практике на моих маленьких клиентах, которые ко мне приходят за нейропсихологической помощью. Итак, нейропсихологические основы коррекции речи. Сразу же первое, о чём хочу сказать и, наверное, продекларировать, это то, что нейропсихологическая коррекция речи не заменяет работу логопеда ни в коем случае, но очень сильно ускоряет и улучшает результаты, которые ребёнок может получить у логопеда. Это первое. И второе, нейропсихологическая коррекция речи, она воздействует не только на речь, но и на все функции организма, на все составляющие нервной системы ребёнка, воздействует благоприятным образом на его поведение, на сон и бодрствование. Поэтому это вот такая многогранная структура. Что же такое нейропсихология? Интерес к этой науке возрастает, и если несколько лет назад к нейропсихологии относились настороженно, то сейчас уже нейропсихологическая коррекция, нейропсихологические упражнения, они входят в практику педагогов детского сада, и я думаю, что это очень хорошо. Это наука, которая изучает мозговую организацию психических процессов, то есть показывает нам, каким образом вот то, что мы видим в поведении ребёнка, в его психике, каким образом это рождается в глубинах его головного мозга. Что нам позволит понять нейропсихология? Причины, по которым у ребёнка возникают различные нарушения. И это очень важно, потому что разные нарушения, они могут иметь одинаковую внешнюю картину, но разные причины, об этом тоже я вам скажу. Выделить первичные и вторичные причины нарушения, то есть с чего начинается патологический процесс, и воздействовать именно на первичную причину нарушения, и выбрать оптимальные методы работы с мозгом, работы с речью, которые очень быстро нас приведут к результатам. Основатель нейропсихологии Александр Романович Нурея, именно на его систему я буду ссылаться в этом вебинаре. Выдающийся психолог, нейропсихолог, огромное количество экспериментальных исследований и самые главные фундаментальные труды по нейропсихологии, которые мы все считаем своим учебником. Именно он, Александр Лурия, сформировал вот такую вот систему работы головного мозга, которая называется функциональная система, то есть она нам показывает очень ясно, каким образом функционирует наш головной мозг. Всю работу головного мозга он разделил на три блока. Первый блок – это энергетический, задача которого – поддерживать жизнедеятельность человека, регулировать тонус, бодрствование и обеспечивать организм и мозг энергией. Откуда мы берем энергию? Это обменные процессы организма, то есть то, что мы кушаем, свет, который мы получаем, и многое другое, кислород, свежий воздух. Это наше желание. Очень часто говорят о том, что желание дает энергию, и на самом деле, если углубиться в нейрофизиологию, это будет так. Как только мы чего-то захотим, наше тело и наш мозг получают энергию. И целеполагание, оказывается, наши цели, которые мы ставим, тоже способны давать нам энергию и снабжать ей наш организм. Функции первого блока мозга. Что он делает? Это распределение энергии, контроль гормонального фона, управление всеми жизненно важными энергиями организма. Как мы можем понять, что у ребенка есть нарушения в первом блоке? А эти нарушения встречаются все чаще и чаще. Это могут быть какие-то вещи, связанные с тяжелой беременностью матери, с неудачным рождением, но и еще и с тем, какой образ жизни ведет ребенок. Это тоже очень важно. Если мы видим, что ребенок очень быстро утомляется, он не выдерживает занятия, ему все время нужно поспать, отдохнуть, либо утомляемость может выражаться в том, что ребенок начинает очень плохо себя вести, уходит в истерику. Это тоже знак того, что нервная система утомилась. Повышенная частота заболеваний, то есть ребенок часто болеет. Гипо или гипертонус. Или он весь вялый, расслабленный, как медузка, или наоборот, он настолько сжатый, что невозможно руки и ноги согнуть, и это мешает ему даже двигаться. То есть ребенок, который двигается как робот, потому что у него сжаты руки и ноги. Двигательная неловкость разного плана. Это синхенезия, то есть движения, которые присоединяются к основным. У первоклассников очень хорошо видно вот эти вот как раз нарушения недоразвития первого блока головного мозга. Знаете как, вот когда он пишет, он высовывает язык и языком себе помогает. Наверняка вы такую картину видели. Если видели, можно в чат написать, что да, видели. У подготовишек, у дошколят этого тоже очень много, еще гораздо больше. Поэтому, да, видели, да, говорят коллеги, совершенно верно. То есть, если вы видите, что вот таких движений много или, допустим, ребенок не может двигать вот руками в разные стороны, движения только одинаково идут, то это тоже синхенезия. Это говорит о том, что первый блок каким-то образом был нарушен. Теперь об основных частях, которые входят в первый блок и каким образом они влияют на речь ребенка. Первое, что для нас важно, часть мозга, это продолговатый мозг, это древняя часть мозга, которая унаследована нами от низших животных. И часть это очень важная, потому что там находится, ну, как бы, окончание нервов, которые задействованы в структуре речи. То есть, это лицевые нервы, это нервы языка, язык, губы, лицо, то есть, как раз все то, что участвует в артикуляции. И если каким-то образом продолговатый мозг пострадал, а это чаще всего родовые травмы, либо детские какие-то травмы, ну, вот эта вот затылочная часть, то есть, ребенок или упал на затылок, или что-то подобное произошло в его жизни, либо была какая-то инфекция, серьезная нейроинфекция, тогда мы сталкиваемся с дизартрией. То есть, это такой дефект речи, при котором ребенок не может говорить, потому что его мышцы работают плохо или работают неправильно. Если вы видите дизартрию, то, скорее всего, вы наблюдаете очень невнятную и нечленораздельную речь, нарушение речевого дыхания и вообще дыхания, то есть, ребенок не дышит ровно, он дышит прерывисто. Это может быть нарушение голоса образования, когда ребенок силой своего голоса не управляет. Это может быть изменение мелодики речи, речевой просодии, так называемой, тоже в разные стороны. Или это будут вот такие рубленные слова, или это будут вот такие вот слова, которые сливаются в одно, и мы ничего не понимаем. Я сейчас на себе показала, что такое, как может выражаться дизартрия. Что еще можете увидеть, в зависимости от разных видов дизартрии, это может быть слюнотечение, это общая вялость ребенка, это постоянно приоткрытый ротик, как бы челюсть нижняя опущена постоянно, такой блуждающий взгляд, то есть, ребенок не всегда контролирует и зрительные нервы. Ну, то есть, понятно, что с тонусом ребенка не все в порядке. Вот наверняка такие дети в ваши группы приходят. Кому приходили, поставьте единичку в чат. И наверняка с такими детьми работает весь коллектив. И здесь очень важно понимать, кто что может для этого ребенка сделать. Естественно, работает логопед, но логопед, прежде чем начать постановку звуков, грамотный логопед будет разрабатывать органы артикуляции. Вот сколько единичек. Да, действительно, эта проблема очень важная. То есть, логопед будет работать с дыхательной гимнастикой, будет делать артикуляционную гимнастику. Если он обучен, то это будет сертифицированный логопедический массаж, и это будет зондовый массаж. То есть, массаж по особым точкам, которые отвечают за речь по нервным таким узлам, с помощью специальных зондов. Это всяческие такие изогнутые палочки, которыми логопед орудует, когда делает массаж. В это же время психолог может помочь ребёнку в очень важном таком деле, в таком, как коррекция отношения к речи, но и к самому себе. Потому что ребёнок с такими проблемами, он чаще всего имеет нормальный интеллект. То есть, он всё хорошо понимает, и ему очень сложно принять то, что он, понимая, желая играть со сверстниками, желая общаться, не может это делать по каким-то причинам. И вот здесь очень важно работать в две стороны. Первое, сказать ребёнку, что, чтобы не было с его речью, чтобы не происходило с его речью, он всё равно имеет право на общение и не имеет права на насмешку, оскорбление и так далее, по той причине, что он говорит не так, как другие. Это хорошо бы ребёнку объяснить очень настойчиво, и точно так же настойчиво психолог объясняет это другим детям в группу. Вот это самая главная задача, которую делает психолог. Обычный психолог, который работает в детском саду. Но и здесь же предоставить ребёнку другие возможные способы коммуникации, которыми он может на время заменить свою ещё не сформированную речь. Такие как жесты, мимика, знаки, картинки. Здесь карточки ПЭКС, которые мы приобретаем для детей с аутистическими расстройствами, тоже очень хорошо подойдут такому ребёнку. Ну и интонации. Интонациями иногда такие дети могут передать больше, чем словами, и немножко приноровившись, можно через интонации понимать, что он желает нам сказать. Что же в это время делает нейропсихолог? Нейропсихолог делает то, что дополняет работу логопеда, а именно помогает ребёнку научиться управлять собственным телом. Через растяжки, дыхательную гимнастику. Но здесь дыхательная гимнастика, она немножко отличается от логопедической своим предназначением. Если дыхательная гимнастика у логопеда, она предназначена для того, чтобы сформировать правильно речевое дыхание, то дыхательная гимнастика у нейропсихолога, она предназначена для того, чтобы через дыхание оживить, растормошить вот эти вот древние структуры детского мозга, которые отвечают за тонус, для того, чтобы поднять тонус. И дыхательная гимнастика, хорошая дыхательная гимнастика, которая проведена в начале нейропсихологического занятия, намного улучшает результаты детей на этом занятии. Дальше артикуляционные упражнения, глазодвигательные упражнения, которые помогают снять вот эту несформированность движений, пальчиковые игры, релаксация, ну и много других ещё заданий, которые предлагает нейропсихолог для ребёнка. То есть все эти упражнения направлены на то, чтобы повысить тонус ребёнка, научить его руки, ноги, язык и другие части тела согласованно двигаться и научить ребёнка расслабляться и напрягаться по своему желанию. То есть ребёнок получает согласованное движение, запрограммированное движение, что потом очень хорошо помогает в работе логопеда. Здесь же я хочу привести две прекрасные книжки, которые мне очень нравятся, по логаритмике. Логаритмика, если вы в детском саду проводите, то вашим детям очень сильно повезло, потому что это замечательное занятие, которое совмещает ритмику. А для детей с нарушениями в первом блоке научиться быть ритмичным очень важно. С одной стороны, ритм помогает им организовать своё тело, а с другой стороны, все ритмичные упражнения, они подпитывают вот те самые древние структуры головного мозга, о которых мы с вами говорим. Поэтому если дети, если вы видите, что у ребёнка есть такие нарушения, и видите, что он совершает ритмичное движение, ну и опасности для жизни нет, просто его не останавливайте, потому что знаете, что в этот момент он откармливает практически свой головной мозг вот этими ритмами. Ещё одна важная составляющая первого блока – это ретикулярная формация, такая сетчатая структура внутри головного мозга, которая осуществляет, образно говоря, перевод сигналов. То есть она нервные сигналы, которые приходят от нейронов, переводит в химические, в гормональные сигналы, то есть она сигнал получила от нейронов, перевела в нейрохимические, и особые гормоны поступили в тело человека. То есть мы либо напряглись, получили кортизол для своих побед, для атаки, либо получили эндорфины, обрадовались, расслабились и вошли в спокойное состояние. Вот именно эта ретикулярная формация даёт возможность контролировать сон, бодрствование, обрабатывает сигналы окружающего мира, то есть принимает сигналы, которые поступают по разным каналам, и даёт команду на активацию коры головного мозга. То есть даёт команду давать сейчас энергию или не давать. Мы сейчас бежим, работаем или мы спим. Вот это её самая главная задача. Вопросы с чата прочитаем. К дыхательной гимнастике будут относиться занятия пускать пузырьки через соломинку в воде, в тазике? Да. А ещё мыльные пузыри и надувание шариков, и всё, что заставит ребёнка очень хорошо продышаться. Всё совершенно верно, правильно. Как мы можем воздействовать на ретикулярную формацию? То есть, говоря простыми словами, как мы можем ребёнка взбодрить? Много новых разнообразных впечатлений, потому что этот орган реагирует на то, что произошло вновь, то, что первый раз произошло в жизни ребёнка. Поэтому мы очень часто пособия меняем практически на каждое занятие, приносим чего-нибудь новенькое для того, чтобы ребёнок взбодрился. Желание самого ребёнка. Ну, например, я своим малышам, с которыми занимаюсь, говорю в начале занятия, говорю, «Ребят, вы сейчас позанимаетесь очень хорошо, а потом я вам приготовила сюрприз. Если всё будет прекрасно, сюрприз останется у вас». Вот для этого нужно все делать упражнения. «Глаза горят, мы всё хорошо делаем, получаем сюрприз и расходимся довольными друг другом». Физическая нагрузка на разные группы мышц, любое движение, любое движение даёт сигнал артикулярной формации «взбодрись». И ещё обязательное соблюдение режима дня, питательного режима прогулок на свежем воздухе, потому что артикулярная формация – это очень нежный орган, и он моментально реагирует на нарушение поставления питания. То есть, если мы не выспались, съели не ту пищу, не погуляли, тогда артикулярная формация просто начинает работать плохо, и во всём организме наступают сбои. Кстати, уважаемые коллеги, ко взрослым это тоже относится. Берегите себя, пожалуйста. Очень хорошо воздействует на эту часть головного мозга кинезиология, кинезиологические упражнения. Это наука о развитии головного мозга через движение, но практическая кинезиология – это набор упражнений, которые позволяют быстренько привести головной мозг в нормальный тонус. Ну, например, давайте мы сейчас прямо попробуем на себе одно из кинезиологических упражнений. Самое простое. Вот эти картинки вам останутся, вы же презентацию скачаете и сможете попробовать. А мы пока делаем вот так. Одной рукой гладим себя по голове, можно просто погладить, а второй рукой хлопаем себя по животу. Живот мой в кадр не вошёл, поэтому вот просто так показываю. Вот мы так вот делаем. Попробуйте сейчас это делать, а потом поменять. И пару раз ещё так же поменяем. Главное, по голове не бить, а по животу не гладить. И ещё разочек. И можете уже ощутить эффект от этого упражнения. Если он был, то напишите в чат, что изменилось в вашем настроении прямо сейчас. Ну вот несколько упражнений, которые вы можете посмотреть. Вы пока пишите. Ага, голова закружилась. Мария Николаевна, окошечко откройте. Вероятно, что кислорода не хватает, и мозг ваш таким образом об этом просигналил. Кто-то написал, да, но пишите, пожалуйста. Ещё одна смешно стала, сосредоточилась, взбодрилась, улыбаясь. Ну, прекрасно. Движемся дальше. Ещё одна очень важная часть – это мозжечок, который отвечает за координацию движений, систему равновесия, мышечный тонус. И, кстати, он же отвечает за ритмическую структуру нашего тела. Как это устроено? Можечок получает сигналы от тела. У нас же очень много ритмов в нашем теле. Есть ритм дыхания, есть ритм сердечной деятельности, есть, прошу прощения, перестальтика кишечника. Если эти ритмы нормальные, ритмичные, тогда мозжечок чувствует себя хорошо. Если эти ритмы по каким-то причинам сбиваются, он подаёт сигнал тревоги, и весь организм вместо того, чтобы развиваться, бросается на то, чтобы вот это болезненное состояние устранить. Поэтому для мозжечка очень важно, во-первых, постоянное упражнение на координацию движений, для того, чтобы этот орган работал хорошо, а во-вторых, разнообразные вещи, которые связаны с ритмами. Активизирует мозжечок занятия на неустойчивых поверхностях. Такие занятия, ну вот наверняка вы ходили на аэробику когда-нибудь, или в фитнес-клуб, и занимались на таких больших мячах. Если занимались на таких больших мячах, то можете подтвердить, что после занятия появляется чувство радости и желание перевернуть весь мир. Точно такое же желание появляется, если поездить на лошади, если такое удовольствие есть, или, ну допустим, поплавать в воде и так далее. Вот все занятия на неустойчивых поверхностях укрепляют нервную систему, улучшают реакцию и приводят наш организм в состояние боевой готовности. То есть мы готовы к тому, чтобы для себя получить что-то новое и полезное в таком состоянии. Поэтому как раз мы с ребятами занимаемся на неустойчивых поверхностях. Ну и сертифицированная система, доска Бельгом, предполагает занятие на неустойчивых поверхностях, когда ребенок не просто качается на такой платформе, а он еще и параллельно делает какие-то задания для развития интеллекта, для развития мозга. То есть получается такое вот действие. Неустойчивая платформа, тонус повышен, ребенок в состоянии боевой готовности, и мы тут же предлагаем ему задания, которые начинают его мозг развивать. Очень хорошо такая методика работает для старта речи у неговорящих детей. Поэтому советуйте мамам и сами вы можете освоить такую методику. Обучение по ней есть, его много, и в интернете можно найти курсы. Переходим ко второму блоку. Второй блок – приема, переработки информации. Это блок, который отвечает за то, чтобы мы получили информацию со всех рецепторов, то есть зрительные впечатления, слуховые, тактильные и так далее, со всех органов чувств. И для того, чтобы эта информация была принята головным мозгом, рассортирована, обработана и разложена по полочкам, образно говоря. То есть функции головного мозга, второго блока головного мозга – это получение информации, распределение, синтез. Ну и кроме того, вот этот второй блок отвечает за ориентировку, вообще за ориентировку в жизни. То есть это ориентировка в пространстве, во времени, в человеческих отношениях, в пространстве листа для деток чуть постарше, ну и любая ориентировочная деятельность. Также отвечает за координацию, сенсомоторная координация – это когда нам нужно скоординировать различные движения рук, ног и других частей нашего тела. Ну, вот легчайший пример, который помогает нам понять, насколько у нас работает второй блок головного мозга – это вот такое упражнение, которое мы делаем с детьми. Кулачок, ладошку, покажи кулачок, покажи ладошку, потом можно добавить еще разные движения. Ну и ребенок, у которого нарушение во втором блоке, он делает эти упражнения с трудом и даже после подсказки взрослого не может это сделать. Но и ловкость, и согласованность движений, они тоже зависят от второго блока. То есть этот блок такой достаточно важный. Функционально он устроен достаточно сложно, и там можно выделить три зоны – это первичные, вторичные, третичные поля, которые отвечают за каждый из анализаторов. Что же делают эти поля? Первичные поля – это те области головного мозга, в которые поступает сигнал от анализаторов – глаз, ушей, носа и так далее. Эти поля однородны, то есть там есть определенные клеточки, в каждом поле они разные. Они имеют четкие границы, и между ними нет связи. То есть зрительные сигналы приходят в одну точку мозга, слуховую, в другую и так далее. Повреждения в них не корректируются. То есть если первичное поле пострадало, человек будет не слышать, не видеть и так далее. Сигнал от первичных полей переходит во вторичные поля, и здесь мы видим, что, во-первых, ощущения уже синтезируются, то есть во вторичных полях есть вкрапление нервных клеточек от другого анализатора. То есть как бы смешиваются впечатления, при поражении ощущения сохраняются, но человек не может ничего узнать. А вот третичные поля, их еще называют зоной перекрытия анализаторов, потому что они как бы друг на друга наползают, есть они только у человека, и они все друг с другом связаны. И вот эти ощущения, которые мы получили с первичных и вторичных полей, они в третичных полях уже складываются в некий образ слова, предмета, явления и так далее. Для чего я это рассказываю и, возможно, вас утомляю? Для того, чтобы вы поняли, вот когда понимаешь сложность процессов, которые происходят внутри головного мозга, становится и понятно, чего мы тут нейропсихологи хотим вообще сделать. Смотрите, например, вы говорите маленькому ребенку, показывая ему картинку, ну пусть это будет яблоко, назови, что это. И ребенок называет. И вот пока проходит буквально секундочка, может быть, несколько секунд от вашего вопроса до его ответа, в его мозге происходит следующая операция. Зрительная информация с картинки попала на первичную кору. Зрительный сигнал перешел во вторичную кору. Дальше зрительный сигнал перешел в речевую зону, в третичную кору, где речевая зона встретилась со зрительной. Информация обработалась, перешла в поле, где хранится звуковой образ, то есть это слуховая память ребенка. Дальше звуковой образ отправляется в зону, где находится двигательная программа речи, То есть память того, как это слово произносить. Программа отбирается, отправляется в моторную кору, моторная кора задаёт языку, губам задачу, как это слово произнести. Сложно, да ведь? И представьте себе, что если в любом из этих шагов произойдёт нарушение, то речь будет уже изменена каким-то особым образом, и мы будем говорить, что у ребёнка афазия. То есть это речевое расстройство ребёнка, при котором интеллект сохранен, слух сохранен и артикуляционный аппарат в норме, всё хорошо, но ребёнок почему-то выдаёт нам некие нарушения. Например, не понимает слова языка, тогда мы говорим сенсорная афазия. Или он не способен удерживать речевой ряд. Вот он словосочетание говорит, к предложениям перейти не может, потому что может запомнить только две единицы вместо пяти-семи, которые положено запоминать обычному здоровому человеку. Оптикомнистическая афазия. Он просто не может опознать предмет на картинке. То есть вы ему говорите, допустим, показали картинки, говорите, назови яблоко, а он его опознать не может, потому что у него нарушено нарушение в речевой, в зрительной коре. Моторная афазия. Нарушение в моторной коре. Он всё видит, он знает, какое это слово, но моторная кора не даёт сигнала артикуляционному аппарату и тут не работает. Семантические нарушения афазия. Неспособность понимать сложные речевые конструкции. Это, например, мама везёт девочку на санках или девочка везёт маму на санках. Ребёнок, если путает вот эти понятия, то есть на картинке мама везёт девочку, а ребёнок говорит, так это девочка везёт маму. Можем говорить вот именно о семантической афазии. Почему для нас это важно? Если вы заподозрили что-то такое, то я очень советую найти нейропсихолога и проконсультироваться. Потому что афазию можно спутать. Её можно спутать с дезортрией. Смотрите, моторная афазия, например, ребёнок не может произносить слова и дезортрия, он не может произносить слова. Но причины разные. При дезортрии мы имеем дело с парезом или параличом мускулатуры. А при афазии мы имеем дело с тем, что пострадала моторная кора больших полушарий. И подходы будут разные. При дезортрии мы будем заниматься именно телесными практиками, то, что я рассказала в первой части. А при афазии мы будем заниматься уже другими упражнениями, про которые я скажу чуть дальше. Точно так же афазию следует отличать от расстройства речи при нарушении интеллекта, потому что нейропсихолог интеллект может проверить и без речи по другим упражнениям. Очень часто ребёнка с расстройством речи уже записывают в умственно отсталые, потом ему очень трудно вернуться обратно в среду здоровых детей. Ну и аллалии, которые тоже имеют такую же картину, как и при афазии. Как мы работаем с развитием второго блока головного мозга? Здесь у меня очень много картинок, здесь очень много упражнений, поэтому не всё я буду говорить. Опять-таки обязательно возьмите презентацию, ссылочку на презентацию вам отправили, Татьяна Викторовна отправила. И вы можете по презентации всё это сделать. Это упражнения простейшие на самом деле, их может делать педагог в группе, можно делать со всеми детьми, это всем будет полезно. Важно понимать, какой процесс вы сейчас напитываете. Итак, кинестетические процессы, то есть процессы, связанные с телом, с движением тела в пространстве. Повтори позу. Здесь же море волнуется. Раз, я называю игры, которые знают все, поэтому их не расшифровываю. Игра в капитаны, когда нужно повторить заведущим определенные действия. Телесные фигуры, буквы и цифры. Буквы и фигуры, которые мы пальчиком чертим на руке ребенка, и он должен опознать закрытыми глазками, что это такое, вы рисовали треугольник, круг или квадратик. Насытить анализаторы ребенка различной информацией, то есть предметы с разной фактурой поверхности. Предметы, которые отличаются по тяжести, по теплопередаче. Но смотрите пособие Монте-Сори. У нее очень много пособий, которые именно на эти процессы работают. Разные игры с палочками, распознание букв и так далее. То есть все процессы, которые позволяют включить в работу тело. Зрительный гнозис. Гнозис – это знание. То есть возможность опознавать предметы и дальше как-то ими оперировать. Разрезные картинки. Начинаем с двух, с четырех и дальше уже любимые всеми детьми пазлы. Выбор недостающего фрагмента изображения. Это тоже очень много таких тетрадочек есть в продаже. То есть изображение полностью, один квадратик убран и несколько вариантов на выбор ребенок должен выбрать. Чего не хватает? Дорисовывание предмета до целого. Что перепутал художник? Это, допустим, птички с собачьими лапками или автобус с крыльями и так далее. Фигура и фон. Сюда же относятся зашумленные изображения. То есть когда какое-то изображение и оно как бы зачеркано разными линиями, ребенок должен из этого хаоса линий все-таки изображение выкинуть и увидеть, опознать его. Различные лабиринты на листе бумаги. Все упражнения на допиши букву. Все упражнения на исправление ошибок. Особенно важно дать ребенку возможность исправлять ошибки, когда у нас буквы пишутся не в ту сторону. То есть буквы, которые несимметричны, такие как «я», «к» и так далее. Просто в перевернутом виде ребенок должен узнавать их. Ну и так далее. Много-много упражнений. Я думаю, что суть понятна. О, вот еще кубики Никитина очень хорошо работают. Все варианты копирования фигур по образцу и перерисовывания разнообразных сложных фигур, как, например, вот такие вот фигуры. Квазипространство. Что это такое квазипространство? Это вещь, которая позволяет ребенку разбираться во всех знаковых системах. То есть в знаковых системах точно так же, как в обычном пространстве, есть своя иерархия. Если в обычном пространстве у нас есть вверх, низ, право, лево, ближе, дальше, то в квазипространственных знаковых системах тоже есть своеобразные указатели на пространство. Допустим, в языке, это предлоги, в русском языке. И вот такие логические задачи. Допустим, расположи зверей в домике, лягушка живет под мышкой, зайчик над лисичкой, мышка под лисичкой. Кто на каком этаже живет? Вот это вот очень полезное занятие, где мы работаем с предлогами. Те же занятия можно проводить с детьми. В группе это очень тоже нравится детям. Допустим, говорим, сейчас все под столы. И все радостно бегут под столы, а теперь все радостно на стулья. А теперь нужно встать за стульчиком, а теперь перед стульчиком и так далее. И вы сразу же из группы детей выделяете тех детей, у которых сквозь пространством есть некие проблемы. И уже знаете, что если вы не будете работать, над этими проблемами, то потом ребенок будет переставлять буквы в словах, убирать из предложений предлоги, не ориентироваться во времени и так далее. Не отступать две клеточки в начале домашнего задания по математике, отступать, когда хочется 4, когда 6, а когда хочется писать на полях. Это тоже квазипространство. Ориентировка во времени относится сюда же к ориентировке в пространстве листа. Слуховой гнозис. Вот это для речи, как вы понимаете, тоже очень важная вещь. Что нам здесь важно? Научить ребенка различать неречевые звуки. Очень часто родители, особенно такие очень хорошие мамы, идеальные мамы, они бросаются в бой, только ребенок родится и начинают его знакомить с речевыми звуками. А прежде чем знакомить с речевыми звуками, ребенок должен наслушаться голоса, это неречевых, причем самых разных. Если у ребенка проблемы с речью, значит ему нужно добавить не только речевых звуков в его арсенал, но и много-много неречевых. Развитие чувства ритма, потому что наша речь она ритмична. Разнообразные игры с рифмами, разучивание стихов, не только для того, чтобы память ребенка улучшить, а еще и для того, чтобы поработать над ритмами, над ритмом, в конце концов, над ритмичностью речи. Первый звук слова, последний звук слова, изменение буквы и так далее. Вот все вещи, которые заставляют ребенка прислушиваться. Ну и очень важно, помните, мы с вами говорили, что все сигналы со всех анализаторов смешиваются, и иногда в третичных полях тоже есть недостатки какие-то. И вот для того, чтобы компенсировать недоразвитие третичных полей, где все это смешивается, мы работаем над упражнениями, которые называются межмодальный перенос. То есть, когда нам нужно ощущение от одной модальности, то есть, одного анализатора перевести в другой. Ну, допустим, нащупать и нарисовать, или нащупать и увидеть. Вы берете мешок, наш волшебный мешок, любимый в этом занятии. Туда, допустим, кладете кусочек меха, наждачную бумагу и еще что-нибудь гладкое, ну пусть клееночку. И рядом точно такие же кусочки лежат перед ребенком. Он их не трогает, но он трогает те кусочки, которые у него в мешочке. Он должен опознать, что где лежит, то есть найти по своему ощущению вот именно зрительно вот этот кусочек ткани. Вот это упражнение объяснило подробно, остальные не буду объяснять. То есть, здесь задача будет примерно такая же. Ощупать и назвать. Мешочек с бирюльками. Вечное наше все. На ощупь найти показанные фигурки, предметы или буквы. Здесь наоборот, то есть мы мишку показали и сказали, лезь в мешочек рукой, найди точно такую же мишку на ощупь. Назвать предмет, который видит. Услышать звук и нарисовать. Или показать на картинке. Допустим, услышал птичкин голос и взял картинку с птичкой. Услышал звук машины, показал картинку с машиной. Называется предмет, и нужно найти его на ощупь. И много-много разных таких упражнений, которые задействуют именно третичные поля разной модальности. И здесь очень важно номинативные процессы тоже вводить, которые насыщают головной мозг ребенка именно словесными ощущениями. Любимые игры. Я знаю пять имен мальчиков, пять названий фруктов и так далее. Все же знают эту игру, да? Она очень важная для детей. Закончи словосочетания. Сравнение понятий. Сладкое, кислое, большое, маленькое. Угадай животное. Определение к словам. Ну и любые игры со словами. Любые игры, где нужно слова называть. Ну и третий блок. Блок программирования, регуляции, контроля деятельности. Он вот на первый взгляд в организации речи мало чего делает. Это блок, который отвечает за то, чтобы мы свою деятельность уже программировали или револей в зависимости от своих целей. Секундочку, вопрос. Есть ограничения по возрасту детей применения представленных здесь рекомендаций и приемов. Станислав Иванович, ограничения в возрасте, ну даже не в возрасте, а ограничения понимания. То есть если ребенок понимает, что он делает, тогда мы это упражнение будем проводить. Ну, как правило, вот те упражнения, которые я показала на второй блок, они для детей с трех лет уже доступны. Некоторые с трех лет, которые посложнее с четырех-пяти лет. Вот все упражнения, которые показаны на предыдущих слайдах, в подготовительной группе дети должны делать. Вот. То есть это упражнения, которые показывают еще и готовность к школе. Я надеюсь, что ответила. Если ответила, тогда как-нибудь просигнализируйте. Хорошо? Итак, третий блок. Отвечает за программы. Ой, прошу прощения, я отвлекусь на этот вопрос, потому что он очень важный. А сейчас даже отвлекаться не буду, потому что я на него отвечу, Наталья Вячеславовна, через минутку. Умение действовать по правилам, умение оценивать свой результат и вносить в него коррективы. То есть, в принципе, это блок, который связывает каким-то образом нас с другими людьми. Когда мы программируем себя, когда мы ставим цели, то мы уже действуем как не только биологические существа, но еще и как члены человеческого общества. Так вот, третий блок, который отвечает за программы, за развитие мышления, за развитие сознания, за формирование личности, он формируется в тесной связи с речью и он формируется тогда, когда у ребенка есть речь. То есть, Наталья Вячеславовна, смотрите, что происходит. Для того, чтобы у ребенка сформировалась программа любая, сначала об этом ему должен сказать взрослый, потом это себе должен сказать ребенок вслух, потом он себе это будет говорить внутренней речи про себя. То есть, когда мы что-то делаем, мы все равно это внутри себя проговариваем. Пусть это будет такая очень быстрая речь, которую мы не воспринимаем как речь, но она все равно есть. Так вот, к чему я это говорю? К тому, что очень многие мамочки приводят неговорящего ребенка и говорят, ну так мы все поздно начали говорить, ну и что потом он будет говорить предложениями? Ну, будет он говорить предложениями, но в то время, когда у него речи нет, а мы не знаем, есть у него внутренняя речь или нет, то есть здесь как бы два варианта. Если внешняя речь не развивается по причинам, ну допустим, артикуляционный аппарат не работает или что-то еще, а внутренняя речь есть, это хорошо. А если внутренней речи нет, тогда у него третий блок не будет формироваться, то есть его мышление будет запаздывать. Пока речь идет о манипуляции предметами, настоящими предметами, которые можно взять в руки и потрогать, все будет хорошо. Как только перейдем к знаковым системам, он будет отставать. Поэтому вот именно по этим причинам я очень сильно советую отправлять к логопеду ребенка двух-трех лет, и если логопед не берет, ведем к нейропсихологу и начинаем заниматься по программе нейропсихологии. Логопед возьмет в четыре года, но мозг ребенка уже будет готов к постановкам звука. Вот, я надеюсь, что ответила. Вот, то есть здесь связь, она такая обоюдная, речь развивает третий блок, а третий блок контролирует речь. Если третий блок не сформирован, трудности с концентрацией внимания, все наши СДВГ – это проблемы с третьим блоком. Это повышенная отвлекаемость. Это человек, который считает всех ворон, которые есть, и не только ворон, но и других птиц. В речи – это пропуски букв, тенденция к упрощению речи, тенденция к упрощению текста. То есть, когда перескажи текст, сводится к трем словам большой текст. Это отсутствие сложных речевых конструкций, потому что сложные речевые конструкции мы все равно планируем. Есть определенный план, и даже наблюдая за своим мозгом, допустим, когда я сейчас работаю, я понимаю, что он ведет как бы двойную работу, двойную игру, и предложение, которое я должна сказать, оно уже на внутреннем плане появляется, прежде чем оно будет сказано. В монологе у таких детей отсутствие логики высказывания, отсутствие структуры, текста и предложения. Они часто могут быть очень умненькими, и речь выразительная, но вот нелогичная. Ну и в диалоге он не может следить за собеседником, следить за его мыслями, постоянно перебивает, не слушает и так далее. Ну и как мы развиваем третий блок? Третий блок – это обязательный режим дня, то есть если у ребенка нету вот этой структуры, которая организует его жизнь, тогда мы эту структуру приносим извне и учим ребенка с этой структурой жить. Это режим дня, обязательный, потому что любое нарушение режима дня, оно выбивает моментально ребенка из колеи, и третий блок перестает работать вообще. Обратите внимание на детей с СДВГ, которые к вам приходят после выходных дней. Если я права, поставьте, давайте цифру 2 в чат. То есть после выходного дня приходит, и он вообще растормозком. Разнообразные правила и ритуалы, которые нужно выполнять всем. Помощь в постановке достижения цели, то есть эту цель увидеть, зафиксировать каким-то образом, может быть это будет картинка или что-то еще, потому что это подталкивает третий блок ребенка к поискам достижения этой цели. Мы помогаем разбить эту цель на отдельные фрагменты и проходить эти фрагменты. Ну и с восклицательным знаком, прежде чем мы начинаем работать с третьим блоком, мы активизируем первый и второй блок. Потому что если у нас нет энергии, если, образно говоря, в паровоз мы не закинули топливо, паровоз никуда не поедет. Поэтому работаем с дыханием, с растяжками, с различными упражнениями и с кинезиологией. После этого только работаем на задачи третьего блока головного мозга. Итак, давайте подведем итоги, что делают для речевой деятельности все три блока нашего мозга. Первый – это физиологическая основа речи, то есть функционирование самих органов речи. Второй блок – выбор нужных элементов из банка – данных и их применение. И третий – это соединение нужных элементов для того, чтобы получить грамотную и правильную речь. Ну и для осуществления правильной речи нужно, чтобы все три блока мозга функционировали хорошо и правильно. Что же делает нейропсихолог? Вот этот загадочный специалист, который занимается не очень понятными делами. проводится нейропсихологическое обследование, в результате которого определяются, какие структуры мозга отстают в развитии. Это первое. По результатам нейропсихологического обследования нейропсихолог дает рекомендации, допустим, для... Про растяжки расскажу сейчас. Рекомендации для педагога, психолога, и лкопеда, и начинается совместная работа. Если есть нейропсихологические занятия, тогда нейропсихолог планирует для определенного ребенка или группы детей с похожими нарушениями занятия, которые включают все три блока головного мозга, но акцент делается на том блоке, который на данный момент у ребенка работает хуже. Отвечаю на вопрос растяжки в отношении детей дошкольников. Например, упражнение черепаха. Мы говорим, теперь, ребята, вы черепахи. Кстати, это упражнение безумно любят все дети с СДВГ. Вот просто безумной любовью. Итак, мы черепахи, лежим, вытягиваем руки и ноги в стороны, расслабляемся. А вот теперь идет крокодил. Чтобы не быть съеденным крокодилом, нужно быстро руки и ноги под спинку убрать. То есть мы в позе эмбриончика теперь лежим. Крокодил прошел, и снова нужно потянуться. Вот разнообразные такие упражнения, которые связаны с тем, что ребенок тянет ручки, ноги, тянет голову в разных направлениях. И мы все это в игровой форме делаем. Они помогают ребенку и расслабиться, и лучше владеть своим телом. Ну и какой же результат работы с нейропсихологом? Это улучшение самочувствия, то, что родители отмечают. То есть стал лучше спать, меньше стал капризничать, вообще все стало получше. Быстрые результаты у логопеда, то есть ставили-ставили звук 3 месяца, потом за неделю после работы с нейропсихологом звуки встали. Развитие ловкости, согласованности движений и общее развитие интеллекта. Улучшение поведения очень часто дают такие задания, особенно у СДВГ, у детей, там очень быстрые результаты в контроле поведения. То есть ребенок учится контролировать свое поведение сам, опять-таки через игровые упражнения. Вот, поэтому я думаю, что смогла донести до вас свою позицию нейропсихолога. И я желаю, чтобы вы прислушались к тому, что услышали, чтобы начали интересоваться этой темой. Ну и знайте, что в любом городе сейчас есть такие прекрасные специалисты, которые могут помочь детям через игру, через движение, через разнообразные интересные, вкусные и приятные техники. Стать здоровее, лучше, умнее. Ну и вы в конечном итоге станете тоже счастливее. Теперь у нас осталось несколько минут на вопросы. Пожалуйста, спрашивайте. Ага, ресурсы. И давайте в чат пишу. Вот там длинное название. Ой, прошу прощения, еще раз автор напишу. Семенович, нейропсихологическая диагностика и коррекция. И второй автор, у нее много разных есть книг, поэтому по автору найдите Глозман Жанна Марковна. Ну и, конечно, Александр Лурия. Не бойтесь, что он такой очень серьезный дяденька. В те годы, когда он писал свои научные работы, ученые писали очень простым и человечным языком, но я просто читаю как чтение на ночь, честно говоря, вот его нейропсихологию, потому что там легко, понятно и очень интересно. Вот Глозман, Лурия и Семенович – это вот самое понятное. У Семеновича там огромное количество нейропсихологических упражнений, расписанных по блокам. Буквограмму слышала, но знаю плохо, поэтому не буду ничего говорить, постараюсь узнать. Более развернуто. Я бы тоже рассказала более развернуто, честно говоря. Я думаю, что Вселенная нас услышит. Спрашивайте, вот важно именно вопросы задать какие-то, может быть, по частным случаям. Александра Ивановна, во вкладке «Вопросы» есть несколько вопросов. Было по ходу вебинара. Я это вам собрала. Посмотрите там, пожалуйста. Вопросы увидела, все, поняла. Спасибо. Где приобрести палочки для зондового массажа? Набирайте в интернете, в поисковике, указывайте свой город, и вам выдают огромное количество фирм, которые ими торгуют. Так, Людмила Николаевна ответила. А как же с левшами? О, с левшами эта тема еще на целый час, потому что с левшами все не так просто, как кажется на первый взгляд. И вот эти полушария, которые поменялись местами, они дают абсолютно новый набор задач для педагога. У Семеновича, посмотрите, Раиса Николаевна, у нее в книге, вот в этой, которую я назвала, целый раздел посвящен левшам. Там очень хорошо расписано. Все, я больше вопросов не вижу. Спасибо вам за ваши благодарности. Очень приятно слышать такие отзывы. Логопедшоп.ру, магазин для логопедов. Ну вот очень много. Есть наборы для логопедов, в которых уже зонты входят, различные чемоданчики логопеда. Вот такие вот вещи тоже смотрите, потому что они дешевле, чем покупать все это по отдельности. Хорошо, что информация была важной. Если это все, тогда я говорю вам до свидания, не прощаюсь, потому что учебный год только начинается, вебинаров будет много. Всего доброго и до свидания.